После этого начинается 10-й год Иджры, и пророк саллаху алейхи вассалям приходит в месяц Зулькеда, пророк саллаху алейхи вассалям объявляет о том, что он хочет выйти в хадж, то есть сказал, что я сейчас выхожу в хадж, и сказал всех, послал концов во все племена, что кто хочет посмотреть, как он ислазил в хадж, как он правильно в хадж, пускай приходит делать со мной хадж и видит, как я буду делать этот хадж. И пророк саллаху алейхи вассалям выходит из Медины, по дороге пророк саллаху алейхи вассалям увидел одного старика, этот старик шел пешком, его как бы за руки держали, и он идет сам пешком на коня не садится, пророк саллаху алейхи вассалям удивился и спросил у сагапов, это что старик делает, почему он на коня не садится, такой уставший? Ему сказали, что он дал обет Всевышним Аллаху, что он будет пешком делать хадж, пророк саллаху алейхи вассалям сказал, что Всевышний Аллах будет делать с его мучением, то есть мучить себя, Всевышний Аллах Апанатан не обязал его делать пешком хадж, в наше время действительно многие люди пешком, зачем пешком хадж? Если у тебя есть возможность делать пешком, зачем делать? Всевышний Аллах Апанатан ему не нужно премучить, не надо ему, чтобы ты мучился, потому что религия это дин юстра, дин юстра, то есть это религия легкая, в ней ничего тяжелого нет, однако в наше время есть многие люди, как нововведенцы, как я хотел сказать, вводят в религию всякое-всякое нововведение, осложняют людям, то есть обязуют людей делать то, чего нет в религии, заставляют делать какие-то зикры, заставляют людей бегать по кругу, уречать Аллах, 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 два часа, людей аж, как говорится, кишки вываливаются, за это разве тебя Всевышний Аллах Апанатан этим обязал, заставляют людей что-то делать, нет, от тину юстра, религия легкая, Аллах Апанатан говорит в Коране, Аллах не накладывает на человека ничего кроме того, что на душу, ничего кроме того, что она может, а примером в том, что душа может, средним примером является то, пророк Саллаху, Алейхи Расаллиф, пророк Саллаху сам, когда что-то делал, он выбирался для себя нормальным, но однако всегда, когда он говорил пророк Саллаху, что если передо мной два дела было, одно из них тяжелее, одно из них легче, я выбирал то, что легче. Людям всегда пророк Саллаху сам говорил только самое легкое, однако люди сами себе усложняют религию, но здесь, когда я говорю об этом, я хочу обратить внимание, некоторые люди, это сейчас мы говорим о ком, о людях, которые стоят на левой стороне дороги, также есть люди, когда слышат об этом разговору, говорят, да, 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 которые стоят на правой стороне религии, и потом вообще говорят, да, зачем людям усложнять пять раз в день тахарат делать, зачем людей голодом морить вместе с Рамаданом, да, это не надо, иман хватит, если у тебя в сердце веришь, что Аллах один, что пророк Мухаммад, все, в рай войдешь. Нет, молитва, например, в наше время во многих мечетях зайдешь, помолишься какую-то молитву, люди там такой старики, поднимают, не говоря о стариках, люди такое, спор поднимают, вот ты людям усложняешь, маленькие молитвы какие-то, например, из Суры прочитал, есть люди, наоборот, долгих бахару читают один ракарат, зачем ты усложняешь для людей, есть некоторые, один аят читает, но это не по сумме православствам, а как надо делать, так, как делал православство, например, Саляту Ишан православствам, как говорил одному из своих сахаров, молись, например, в Ашшамсе, в Адухаха, и, например, второй ракарат, в Аль-Лиза, и Акшам, вот это нормально. То есть, самое правильное, самое нормальное, самое легко для людей, так, как это делал пророк Саллаху Алейхи Асалим, потому что пророк Саллим сказал, что вы были посланы обмельчающими, и не были бы посланы усложняющими, поэтому религия Ислама, она легкая, легкая когда? Когда ты придерживаешься того, чего придерживался пророк Саллаху Алейхи Алейхи и его сподвижности, и не вводишь в религию всякие на убедение, то есть усложняешь людям их религию. Также из того, что случилось во время пути пророка Саллаху Алейхи в сторону Мекки, то, что к нему пришла одна женщина с ребенком, маленьким грудным ребенком, сказал, о, посланник Аллаха, этому ребенку есть хадж, он сказал, да, ему есть хадж. То есть, как сказали ученые, что человек, который делился с ребенком, он сам берет хадж, также его ребенок берет хадж, однако ученые сказали, что он берет, как говорится, вознаграждение за хадж, но с него не падает, что? Хадж и ислам. То есть, мы же знаем, 5 арканов, 5 столков ислама, это молитву, говорить шахада, молитву совершать, уразудержать, заклядывать и хадж делать. То есть, если маленький ребенок сделал, то совершение летнее хадж, с него, кажется, не падает обязанность. Если у него потом возможность есть сделать хадж, он должен сделать хадж. Потом, пророк, салалулаху алейхи вассалям, когда доехал уже до харама, он сделал умру. Хадж делится на три вида. Хадж делится на три вида. Это хадж у Киран, Ат-Таматко и Ифрат. Ифрат, это когда человек приходит, хадж только делать, ничего умру не делать. То есть, приезжает, например, восьмой день, делает хадж с восьмого дня и все. И хадж заканчивается, и все. Другой вид, это называется хадж и хаджа, это ибран. Это когда человек приходит, делает умру, потом себя вот этот ихрам не снимает, ждет хаджа, потом делает хадж. То есть, сразу умру, саджа, в себя. И третье, это Ат-Таматко, это самый лучший вид хаджа. Это когда человек приходит, делает умру, потом снимает с себя ихрам, ждет, пока не придет время хаджа, потом делает уже хадж. Ибран, салалулаху алейхи вассалям, делал хадж киран. Однако он сказал, что если бы я не привел с собой жертвы, я бы делал томатку, потому что человек, который привозит с собой жертву какую-то, он должен делать хадж краду, он сказал, что тут томатку, то есть прийти, сделать умру, потом снять с себя и храм, ждать хаджа, когда придет к нудреме хаджа, одеть на себя опять хадж, это лучше, это лучше. И Пророк Савастам делал хадж, вид его хаджа. И когда пришел восьмой день, Пророк Саллаху Алейхи Русалям, это Йому Тарвия называется, люди выходят в Мина, Йому Тарвия называется, то есть день паения, люди берут с собой водой, потому что в Мине воды нет. В девятый день Педры люди после этого выходят из Мины, утром после хаджира выходят Муздалифы, из Муздалифы идут в Варапад. В Варападе они находятся до Магриба. В это время, когда Пророк Савастам дошел до Муздалифы, все смотрели на Пророк Савастам, что он будет делать. Все остановились и смотрели, что он будет делать. Раньше курочи, когда люди делали, мученики приходили делали хадж, курочи доходили только до Муздалифы, потому что Муздалифа находилась в территории Харама. Они говорят, что мы люди из Харама, мы не должны идти в Арафат, мы должны ограничиться Харамом. Все остальные люди шли на Арафат. А мы говорили, что хадж, это еще пришло with Ibrahim, али-иссалям, что это люди еще остались? Они говорили, что на А imparti, арафат. Еще остались с Ибрахим, али-иссалям. И курочи осталась, однако пророк Савастам лишь вышел из Муждалифы и пошёл в сторону Арафа. А потом Он сказал . То-есть, то есть, центр или . То-есть закрет, многие люди говорят, зачем Правов Касал. «То-есть, если я пойду только в Аrak, все, мне больше ничего не надет». Нет! Вот эта причина слов Правов Касал сказал «Аль-Хаджь Айрфа». То-есть, центр или основа Хаджа – это Араха. После этого пророк… То-есть, когда пришел Хадж. Там есть место, которое называлось Намира. В наше время там сейчас стоит мечеть. он начал там делать футбол и везде мы расскажем некоторые части этой хутбы пророк саллаху алейкум ассаллим начал эту хутбу следующие салами инна альхамдалилляхинна ахмадуху ванаставтируху ван ауузу виллайхиншурули ангусина вану сайи ази амалина майя игляху фаламу диллала в майюдлилфалахадия ла ващхаду ан ла идахи илллах вахдаху ла шарика ла ващхаду анна мухаммаден абдуллу ва расулю завещаю вам пора вы Аллаха быть богобоязненными примерно такими словами пророк саллаху алейкум ассаллим после этого выступления начал эту хутбу и призываю вас подчиняться Аллаху и хочу начать с добра о люди слушайте меня так как может быть я после этого года вас больше не увижу о люди и пророк саллаху алейкум ассаллим как бы остановился и начал спрашивать людей что это за день на что подвижники пророка саллаху алейкум ассаллим ответили это день большого хаджа а что это за месяц на что подвижники пророка саллаху алейкум ассаллим ответили это запретный месяц а что это за город на что они ответили это запретный город Аллах Дальше пророк, саллаху алейхи вассалям, продолжил. Поистине, ваша кровь и ваше имущество являются запретными до дня встречи с солдатами, так же, как и запретным является этот день в этом месяце и в этом городе. То есть пророк, саллаху алейхи вассалям, отметил важность, то есть неприкосновенность крови мусульманина, имущества мусульманина, и даже сказал, что оно ничем не меньше запретностью, чем этот день. То есть день, в который пророк, саллаху алейхи вассалям, делал хадж. Месяц, зульхиджа, то есть запретный месяц, и город, то есть галя зульхара, аль-макка. И так же пророк, саллаху алейхи вассалям, говорил, поистине, я сообщил, и сахабы сказали, да, сообщил, сообщил, и он сказал, о, Аллах за свидетельствую. И тот, сказал пророк, саллаху алейхи вассалям, у кого есть какая-то вещь в ранении, то пусть вернет ее хозяину. И пророк, саллаху алейхи вассалям, то есть подтвердил некоторые исламские положения, или некоторые положения ислама в этой худбы. Он до этого говорил о них, однако он хотел, чтобы люди говорили, что на хаджи собралось очень много людей, слышали эти вещи лично от него. Он не обо всем исламе рассказал, однако о самых, как наиважнейших вещах, в исламе, к которым люди могут халатно относиться. И пророк, саллаху алейхи вассалям, продолжил, поистине, расставщичество является как делом джаглии, и оно отменено. И первое расставщичество, которое будет отменено, это расставщичество Аббаса. То есть пророк, саллаху алейхи вассалям, начал со своей семьи. И мы видим, пророк, саллаху алейхи вассалям, в этой худбе отметил отдельно, однако в наше время многие мусульмане, даже не говоря о простых мусульманах, а для многих тех, которые себя приписывают к знающим людям, очень, как говорится, относятся халатно к этому вопросу. Также пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, поистине, кровь джаглии отменяется. И первую кровь, которую я отменяю, это кровь Амира ибну Рабиа, ибну Рабиа, ибну Аль-Хариса, ибну Абдул-Мутталива. То есть имеется в виду, те джаглийские методы мести, пророк, саллаху алейхи вассалям, отменил. Однако есть исламский закон, как поступать с тем человеком, который убивает любого человека, о чем мы будем сейчас говорить. Также пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, и поистине достоинства джаглии все отменены, кроме седаны и сефаи. Мы говорили, что во время джаглии у арабов были какие-то, говорится, предметы достоинства, чем они хвалились, чем они хвастались. И пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, все эти достоинства джаглии отменены, кроме двух. Это седана, то есть следить за каабой, следить за харамом и сепая, поить и кормить, как говорится, паломников. Потому что, смотри, это как является эбадатом, следить за каабой, обслуживать паломников и так далее. Все это является эбадатом, поэтому пророк Саллаху Али-Иксалям сказал, что действительно в этом есть почет и оставил это. Как же он сказал, за преднамеренное убийство наказание. За преднамеренное убийство наказания. И мы знаем, что у нас в исламе есть за преднамеренное убийство три наказания. То есть, либо те, семья того, который был убит, например, какой-то человек убил другого специально. И того семья либо убивает этого человека, либо берут выкуп за убитого, либо прощают его. Также пророк Саллаху Али-Иксалям сказал, а то, что похоже на преднамеренное убийство, то есть шигулям называется, то за него сто верблюдов, а тот, кто добавит, тот совершает выходки джагилии. То есть, например, какие-то люди смогут сказать, что, например, где-то убьют какого-то известного человека. Нет, это известный, почетный человек, пускай за него тысячу верблюдов подают. Нет, пророк Саллаху Али-Иксалям назвал, что если кто-то добавит, то это выходки джагилии. О люди, сказал пророк Саллаху Али-Иксалям, поистине шайтан потерял надежду на то, что ему будут поклоняться джазири. То есть, конкретно, явно, уже шайтану никто не будет поклоняться джазири. Однако он довольствуется тем, что ему будут подчиняться во всем другом, что вы считаете мелочью. То есть, мелочь, какие-то люди считают, что это маленький грех, что это ерунда, ничего страшного. Через эту дверь будет заходить шайтан людям. О люди, сказал пророк Саллаху Али-Иксалям, поистине на сии увеличение неверии. Заблуждаются в этом те, которые не веруют. Они разрешают в один год, запрещают в другой год, чтобы согласовать с тем счетом, который запретил Аллах. Мы говорили раньше, на первых уроках, что такое на сии. И говорили, что у арабов со времен Ибрагима Али-Иксалям осталось в религии 4 запретных месяца. То есть, это Раджав, Зульхага, Зульхиджа и Мухаррам. И говорили, что Раджав был отдельный, а потом 3 месяца вместе. И говорили, что многие арабские племена жили за счет того, что они нападали друг на друга, грабили друг друга и так далее. Однако в эти 4 месяца была запрещена война. И потом собрались некоторые люди и говорят, например, когда закончится месяц Зульхиджа, они говорят, давайте Мухаррам немножко, как говорится, отложим, пускай этот месяц будет савар. И вот таким образом они начали играть месяцами. И эта вещь называется на сии. И Всевышний Аллах сказал, что это на сии увеличение в неверии. И заблуждаются в этом те, которые не веруют. Они разрешают в один год и запрещают в другой год, чтобы согласовать с тем счетом, который запретил Аллах. То есть, как понять, чтобы согласовать с тем счетом, который запретил Аллах? Они не хотели эти 4 месяца отменять. Они говорят, нет, эти 4 месяца есть. Раджав он как по себе есть. Мухаррам он есть. Саваси Зульхиджа он есть. Просто-напросто меняли местами. И до второй степени они меняли, что уже, как говорится, какой бардак получился, уже вот Зульхиджа не в свое время приходит. И так далее. Уже каждое в свое время месяц не приходило. То есть, каждый уже приходит апрел в Саппор, уже приходит месяц Мухаррам, Мухаррам, выходит месяц Зульхиджа и так далее. И Пророк сказал, и поистине время вернулось. И сегодня день, или сегодняшний день подобен дню, в который Аллах создал небеса и землю. То есть, арабы, когда играли этими местами, год за годом и так далее, потом, как бы время вернулось, и именно в тот год, который Пророк С.А. делал этот хадж, так получилось, что вот Зульхиджа, именно вот этот 9 день, в который Пророк С.А. стоял на арфе, именно был в свое время. И Пророк С.А. отметил это. То есть, отметил это для того, чтобы потом, например, когда он умрет, Пророк С.А. люди не сказали, что мы в Рамадан не в свое время уроду держим или аж не в свои месяцы сделаем. Нет, Пророк Салам сказал, что все сейчас стало на свое место. И сказал, что носи преувеличение прелигии. Сказал, все, теперь пускай люди у всего люди, теперь оставляйте все месяца на своем месте и не меняйте эти месяца. И если вы будете жить по этим месяцам, не меняй их, тогда у вас будет все нормально. То есть каждый месяц будет свое время. Так же Пророк Салам продолжил и сказал, о люди, поистине ваши жены имеют на вас права, как вы имеете на них права. И ваши права на них первое, чтобы они не совершали дурных поступков, то есть чтобы они не прелюбодействовали. И мы знаем прелюбодеяние, какое наказание в религии Аллахна. И чтобы они не вводили в ваш дом того, кого вы не любите, кроме как с вашего разрешения. И если они вас ослушаются, то Аллах позволил вам, во-первых, поругать их, во-вторых, оставлять их в постели, то есть оставлять их в постели. Не спите, то есть со своими женами, если, например, ты ее ругаешь, и это не помогает. И третье, бить. Однако Пророк Саламу Али-Иксалям сказал, Ахтар Мула-Имуба. То есть бить так, чтобы гости не ломать, синяки не оставлять, как в наше время это многие мусульмане, в Али-Язу для делать. И потом, когда каперы смотрят на нашу религию, то есть действительно Аллах, моля таджаальна, фитна для лили-Язи на кафару. Как пришло в Урагане тоже. О, вам не делай нас фитна или смуты для тех, которые не уверовали. Когда они видят это, то есть мусульмане приступают к границе ислама, думая, что это из ислама. Потом это неверные, видя это, думают, что ислам это такая жестокая религия. Нет, Асунна Пророка Саллаху Али-Иксалям, когда Пророк Саллаху Али-Иксалям даже бил свою жену, он бил чем-то похожим на сила. А если уже вот эта третья степень, когда уже дошло до того, что ты бьешь свою жену, если уже после этого они исправляются, то есть это как бы предупреждение женщине, то есть берегись, что это уже последняя степень, после этого уже будет развод. И Пророк Саллаху Али-Иксалям сказал, а если же после этого они начнут вас слушать, то вы должны их кормить и одевать. И поистине ваши женщины, подобные пленницам в ваших домах, вы взяли их с разваления Аллаха, поботьтесь же Аллаха в своих жёнах и проявляйте к ним доброту. И действительно даже рассказывается, что один из сахабов, один из мусульман после смерти Пророк Саллаху Али-Иксалям, когда Умар был халифом, однажды он поругался со своей женой, и жена на него так сильно накричала, и пошёл пожаловаться Умару и спросить, что мне делать. И когда пришёл к дому Умару, перед тем, как постучаться, услышал, что жена Умара кричит на Умара. И сказал, Субхан-Аллах, тот человек, которого все боятся, и его жена кричит на него, потом он развернулся, начал уходить, в это время Умар вышел из дома и видит, что уходит от его дома. Он остановил его, ты зачем, говорит, пришёл? Да, нет, всё уже не надо, нет, говорит, начал оставить, скажи, зачем ты пришёл? Умара, говорит, я пришёл, пожалуйста, на свою жену, что вот она на меня кричит. А когда я услышал, что даже на тебя, Умар, твоя жена кричит, говорит, потом я уже сказал, мне тут делать нечего. И Умар-Аллах сказал ему, смотри, говорит, наши жёны, говорит, нам стирают, нам убирают, всё для нас это делают. Неужели нам нельзя потерпеть, когда иногда она хочет покричать? Говорится, действительно, у женщин тоже есть свои права в исламе, однако мы просто мусульмане не придерживаемся этого. Так же, как у мужа есть права на жёны, которые мусульманки не соблюдают. О, люди, продолжил пророк, поистине, все верующие братья. И поистине нельзя брать имущество брата, кроме как если он будет доволен этим. Я, как сообщил, все сахабы тогда сообщил, поскольку Аллах засвидетельствует же это. И не будьте после меня неверными, одни из вас убивают других. И мы говорили, до этого отмечали этот хадис и подобные этому хадисы. Хоть и пророк, саллаху алейхи и ассалям, называет, то есть, если один мусульманин убивает другого неверием, это является, как говорится, маленькое неверие. То есть, это неверие, из-за которого человек не выходит из ислама. Так же пророк, саллаху алейхи и ассалям, сказал, я вам оставил вещь, за которой, если вы будете держаться, то никогда не забудетесь. Это книга Аллаха. Он спросил, пророк, саллаху алейхи и ассалям, я вам сообщил, сахабы сальда, сообщил, на что он сказал, о, Аллах, засвидетельствует. О, люди, ваш Господь один, продолжил пророк, саллаху алейхи и ассалям, и отец ваш один, это Адам. И Адам создан из глины, и поистине лучший из вас перед Аллахом, тот, кто больше всех из вас боится Аллаха. И нет у араба, перед неарабом преимущества, кроме как богобоязненности. То есть, то, что мы в наше время видим, один говорит, я такой национальности, другой говорит, я такой национальности. Все люди забыли, что у них основа одна, а это Адам алейхи и ассалям. Адам алейхи и ассалям создан из глины. Поэтому разница между людьми только в богобоязненности. Если богобоязнен, тогда ты лучше. И лучше не в ней, тогда не будь богобоязненным для людей, а будь богобоязненным для всевышнего Аллаха. Поэтому то, что в наше время люди какие-то национальные розни делают и так далее, все это из джаглийских поступков. И это все противоречит исламу. Как мы знаем, в наше время есть некоторые народы. Может быть, во всех народах это есть. Допустим, один, например, араб, другой не араб. Я не говорю про арабов. Я просто пример вам предложу. И народ какой-то среди арабов, один из них сделал какое-то зло не арабу. И потом, когда начинается спор, начинают разбираться, выясняется то, что араб виноват. Однако его народ говорят, нет, даже если он виноват, он араб, мы все равно его должны защищать. Это вольез для противоречия исламу. И за это Всевышний Аллах накажет. Потому что пророк Саоса предупредил нас и сказал, что лучший из нас перед Аллахом, это самый благопоявленный из нас. Также он потом спросил, я сообщил, люди сказали, да, сообщил. Он сказал, о Аллах, засвидетельствуй, о Аллах, засвидетельствуй. И тот, кто здесь, пусть передаст тому, кого здесь нет. То есть эти слова не только для того, кто вышел в хадж, однако эти слова для всех мусульман, о люди. Аллах поделил каждому наследнику свою долю. То есть праук Саоса сказал, Всевышний Аллах в Коране сказал, какому наследнику какая доля после смерти того, кто наследствует имущество, этим как бы не играйте, этим не шутите. И нельзя завещать больше треть имущества. То есть в исламе есть такая вещь, завещание. Допустим, человек умирает и у него есть определенное имущество. После того, как были розданы все долги и так далее, человек может завещать какую-то часть имущества кому-либо, кроме своих родственников. Однако пророк Сааллаху Саляму сказал, что не имеет права завещать больше, чем треть имущества. Допустим, у человека есть тысячу долларов. И он может сказать, что я завещаю, например, все имущество свое, чтоб построили на все мое имущество в мечеть. Нет, это запрещено. Если хочешь 300 долларов, но не больше. И также пророк Сааллаху Саляму сказал, и ребенок относится к постели, а при любодейке будет камень. Что такое ребенок относится к постели? Допустим, например, мужчина и женщина женились, и у них родился ребенок. И допустим, кто-то говорит, что этот ребенок похож на кого-то, не похож на отца и очень сильно похож на какого-то соседа или так далее. Нет, ислам нам говорит, что если вы докажете, что это так, тогда при любодейке камень. А если нет, тогда ребенок относится к отцу, то есть к мужу его матери, и он будет его наследником и так далее. И минимальный срок, как говорят ученые, это 6 месяцев. То есть, если женщина, например, вышла замуж за человека, через 6 месяцев у них родился ребенок и больше, то приписывается к отцу. Потому что минимальный, как говорится, срок, который может женщина родить, это 6 месяцев. Если меньше 6 месяцев, тогда это уже явно понятно, что это любодеяние. Также пророк сказал в этой хутбе, тот, кто приписывает себя не к своему отцу или приписывает не к бывшему хозяину, то на нем будет проклятие Аллаха, проклятие пророка и всех людей. То есть, нельзя в исламе приписывать какого-то человека не к его отцу, если его отец, конечно, известен. Например, в наше время многие люди, что делают? Усыновляют детей. Например, берут какого-то Мухаммуда, мальчика. Известно, что его отца Ахмад зовут. Однако семья, которую берут, потом дают ему свою фамилию, дают он уже отчество, как говорится, берет того воспитателя второго света. Нет, это в исламе запрещено. И так же Мауля, это Мауля в исламе, это бывший раб. Допустим, некий человек, которого зовут, например, Мухаммад, у него был раб, которого звали, допустим, Мустафа. И когда Мухаммад отпускает на волю Мустафу, он называется Мауля Мухаммада. И нельзя, чтобы раб, который был когда-то отпущен, даже если он стал вольным, чтобы он приписывал себя к другому хозяину. Потому что там есть определенные, как говорится, положения в исламе относительно наследства и так далее. Так же потом пророк сказал, я сообщил, люди сказали, да, сообщил, он сказал, о Всевышний, о Аллах, засвидетельствуй. Так же, как говорят ученые, в этот день снизошел аят, или в этот день, или после того, как пророк начал возвращаться в Медину, аят из суры Али-Имран. Аль-Ём акмальту лякум динакум. У адманту алейкум ниамати. У аради ту лякум и ислама динан. То есть, сегодня я завершил для вас вашу религию. То есть, в тот день, когда был ниспослан этот аят, Всевышний Аллах сказал, что сегодня я завершил для вас вашу религию. И закончил для вас мою милость и удовлетворился для вас исламом, как религии. Здесь немножко хотелось бы отойти. Смотря на этот аят, мы видим, что Всевышний Аллах говорит, то есть, в те дни был ниспослан аят, в котором Всевышний Аллах говорит, сегодня я закончил для вас религию. Отсюда мы понимаем из этого аята, как сказали об этом все ученые единогласно, ученые, салип и предшественники, то, что после того, как был ниспослан этот аят, или после смерти пророка салаллаху алейхи вассалям, никто не имеет права вводить в что-то религию, какое-то нововведение или новую вещь и называть этой религией, если до этого не ввели ее Всевышний Аллах и его посланник салаллаху алейхи вассалям. И мы видим конкретно аят, с кем-то спорить или кому-то что-то доказывать. Один аят, почитай, альём акмальту сегодня я завершил для вас вашу религию. Также пророк салаллаху алейхи вассалям сказал в хадисе, которую передала его жена Аиша, она передала, что пророк салаллаху алейхи вассалям сказал Тот, кто сделает какое-либо дело, то есть в религии, на которой не было нашего приказа, то это дело не принимается, возвращается тому, кто его делает. Всевышний Аллах говорит о тех людях, которые вводят всякие нововведения в эту религию. То есть после того, как Всевышний Аллах сказал, что я закончил для вас религию, они говорят, нет, 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 не закончил. Еще есть что-то сейчас мы добавим, начинает вводить всякие нововведения. Всевышний Аллах говорит в суре ка, куль галь нунаббиукум биллах сарина амала, а лязина дуалла сайюхум фил хаяти дуния, ва хум яхсагуна аннахум юхсинуна сума. То есть скажи, не сообщить ли тебе о тех, кто потерпит самый большой убыток своих делах. Это те, которые делали что-то в этой жизни, и все их дела пошли в пух и прак, а они думали, когда делали эти дела, что они делают что-то хорошее. То есть, как мы в хорошее беда, это хорошее нововведение. Нет, Всевышний Аллах сказал о тебе, то есть о тебе, о том, кто делает всякие, вводит всякие нововведения, что ты будешь самый большой убыток иметь в судный день. Всевышний Аллах говорит так же в Коране, то есть не будьте как те, которые разошлись и разногласили после того, как к ним пришло знамение, и им будет великое наказание в день, когда побелеют лица и в день, когда подчернеют лица. И как сказал Ибн Аббас, как мы знаем, что Ибн Аббас это Турджуман, он Куран, то есть, который может быть как из сахабов, один из тех сахабов, которые больше всех знали Куран и знали Тавсир, Куран, и Пророк, саллаху алейхи ва салям, даже сделал ему лично два слова о Всевышний Аллах, сделал его так, чтобы он понимал Куран. Он сказал, что табьят дуджух, то есть в день, который побелеет лица, побелеет лица а и сунна, и тасуат дуджух, то есть подчернеет лица чьи лица, лица а и беда, то есть тех людей, которые вводят в нашу религию нововведения. И человек, который вводит в нашу религию нововведения, он попадает в некоторые опасные вещи. Во-первых, он, как у алия зубеля, отрицает аят, то есть, как говорится, косвенно, он прямо не говорит, но косвенно, своими словами, не своими делами, он отрицает аят, альём акмаль кнуля кудинакум. То есть, он говорит Всевышний Аллах, сегодня я закончил вам вашу религию, а он вводит какой-то зикар, или какое-то дело, или какая-то у него акида, который не был ни у пророка, ни сахабов, то есть этим делом, или этим словом, или этим убеждением, он говорит, нет-нет-нет, как говорится, извинил Аллах, но религия не полная. Вот это еще я добавлю, потом она будет полная. Во-вторых, он обвиняет наш шариат в том, что он не полон или недостаточный, и добавляя беда, как будто бы дополняет наш шариат в али-я-зубиллях. В-третьих, человек, который вводит на уведение в религию, обвиняет первых мусульман, а во главе их сахабов, в том, что они не жили полным шариатом, так как они не делали это на уведение, которое им ввел нашу религию. Например, много всяких на уведение, допустим, я например скажу вот поминки, то есть в наше время люди справляют три дня, семь дней, сорок дней и так далее. А сахабы это не справляют, или справляют день рождения пророка Маулит, они говорят, что это хорошо, что это большую бодаж, что мы за это аджир берем. Получается, сахабы этого не знали, получается, сахабы умерли, бедолаги как у-ля-я-зубиллях, и вот у них религия неполная была, вот они не знали, оказывается, вот они как джа-нили были у-ля-я-зубиллях, не знали, что он день рождения пророка справляет, то есть обвиняет первых мусульманов во главе их сахавы. Так же тот, кто вводит всякие нововведения в нашу религию, тот обязательно оставит сунну. Как говорили наши праведные предшественники, Какой бы народ ни ввел какое-то нововведение, то они обязательно этим нововведением ломают что-то из сунны. Как в наше время далеко не ходить здешние студенты, которые учатся вместе с нами. Много мы видели, мы знаем, что пророк, от него передалось то, что он после утренней молитвы и перед Магрибом Делал какие-то оскары, какие-то поминания Аллаха, которые пришли от Бога с Аллахом. В наше время некоторые люди написали какие-то свои, как оскару Сабах, оскару Маса, И этим самым они сидят какие-то книги, там по 50 страниц сидят, там 2-3 часа у них уходят на эти книжки. Книжки, которые написал человек, какой-то простой, и оставляет то, что делал пророк с Аллахом. И действительно был правдив тот, кто сказал, что какой бы народ не вел какое-то нововведение, обязательно этим нововведением ломают что-либо из сунны. Также из тех следов, которые бывают после того, когда вводятся всякие нововведения в нашу религию, это как разрушение единства нашей умы. Потому что какие-то люди вводят какие-то нововведения и говорят, что это мы правильно делаем, это истина. На что, например, другие люди говорят, что нет, это заблуждение, вы неправильно делаете, это не истина. И начинаются потом всякие разногласия. И мы как знаем все прекрасно, что люди, которые вводят нововведение в религию, они делают такфир друг другу. Друг друга обвиняют в куфре, друг друга ненавидят. Однако, ахни сунна-аджама относятся к ним намного милостнее, чем они друг другу. Мы говорим, что они всего лишь нововведенцы, то есть вводят ересь в нашу религию и говорим, что они грешники. И говорим, что эти неправы и те неправы и стараемся их с дозволения Аллаха вывести на прямой путь. И также Всевышний Аллах из тех следов, то есть кто совершает бедаат и нововведение, то, что Всевышний Аллах не принимает их дела, как мы прочитали это в аятах, то, что эти люди имеют самый большой убыток. Потому что Всевышний Аллах любое дело принимает только с двумя условиями. Во-первых, чтобы было только ради него сделано, и во-вторых, чтобы это было сделано только так, как приказал он, Субханаху Аталя, или его посланник, Салаллаху Алейхи Васалям. А если какой-нибудь из этих двух условий не будет соблюдаться, тогда дело не будет принято. Однако в наше время многие люди говорят, что нет, есть такое, бедаат, можно вводить религию. Мы, когда мы спрашиваем, откуда вы это взяли, они говорят, потому что однажды Умар сказал, когда увидел, что сахабы молились, совершали сан-намаз таравих, Джамаатам сказал, что это самая прекрасная беда, не прекрасен эта беда. Мы просто-напросто скажем, что у вас разум короток, и вы не разбираетесь в религии Аллаха, и вы, у Али-Азу-Беллах, проложили путь евреев. Путь евреев это в чем? Когда евреи со времен пророка Саллаху Алейхи Васалям и до наших дней, даже их книги, когда ты у них споришь о каком-нибудь хукме, они, например, какой-то, допустим, стих, например, в этой книге есть, относительно, допустим, какого-то наказания, они могут умолчать о начале этого стиха, или о середине этого стиха, или о конце этого стиха. Как передается о том, что однажды пророк Саллаху Алейхи Васалям к нему пришли евреи и спросили, что ваши религии делают с тем, кто сделает прелюбодьяния. Тогда пророк Саллаху Алейхи Васалям сказал, вы принесите свою книгу, и мы посмотрим, что в вашей книге. Тогда еврей закрыл аят в их книге, в которой было написано о том, что прелюбодей его закидывает камнями, однако оставил другой, как говорится, аят в их книге, в которой написано о том, что он изгоняется просто-напросто из страны. А в это время один из мусульман, который будущий, бывший когда-то еврей, принял ислам, сказал, подними свою руку и прочитай начало этого аята. И действительно, пути евреев таков, и таким же образом в наше время делают нововведенцы в религию. То есть они умалкивают. Когда они говорят, что Умар так сказал, почему они не говорят причину, почему Умар это сказал? Также они приводят слова Ибнума Суда. Но мы сначала поговорим о словах Умара. Однажды Умар приказал Убай Ибнуму Кабу, чтобы он собрал всех мусульман в джамаат, в таравих, и совершал вместе с ними таравих. Потому что до этого мусульмане все стояли, каждый читал намаз таравих, и читали очень громко, и друг другу мешали. Когда он увидел, что они собрались все вместе и начали читать молитву за Убай Ибнум Кабу, он сказал, что это прекрасный бедаат. Здесь он имел в виду бедаат не в его шариатском термине, однако в языковом его термине. И тот, кто хоть немножко разбирается в исламских науках, знает прекрасно, что мы, мусульмане, те, кто учат исламские знания, должны любой термин разделять на языковое значение и на шариатское значение. То есть как молитва. Молитва, его языковое значение, мольба, то есть когда ты молишь, что-то просишь у Аллаха. А его шариатское значение, это определенные действия, которые начинаются с табира и заканчиваются салямом. И мы знаем, что многие аяты в Куране, многие хадисы иногда подразумеваются языковое значение, иногда подразумеваются шариатские значения. И это мы смотрим, как это Минсият, Минсият, Хадис. То есть смотрим в хадис и весь хадис, когда разбираем, понимаем, что это языковое значение или шариатское значение. Когда Умар Аделан сказал о том, что это хороший бедаат, он имел языковое значение. Почему? Потому что если бы он имел в виду шариатское значение, это значило бы то, что это до этого мусульмане никогда делали, то есть то, что мусульмане раньше намаз-таравих никогда в джамаатии не совершали. А мы все прекрасно знаем, что Пророк с Аллаху летом Салим собирал мусульман и совершал вместе с ними намаз-таравих в джамаатии, однако через несколько дней, когда Пророк с Аллаху летом, он не вышел к мусульманам. Потом, когда его мусульмане спросили, о посланник Аллаха, почему ты не вышел? Он сказал, что я боялся, что это для вас станет обязательным. То есть, пророк Саллаху сам указал, что это сунна собираться в джамате, что это не является ваджибом. И Умар Адалангу, когда потом увидел, что мусульман стало очень много, и друг другу мусульмане мешают, собрал их всех вместе в один джамат. То есть, он ничего нового по шариату не вел. Он сделал то же дело, которое делал пророк Саллаху Алейхи Ассалям когда-то. И поэтому он имел в виду языковое значение. То есть, прекрасно, это новая вещь в том, что вот сейчас они ее сделали. То есть, ее не было, после пророк Саллаху Ассалям не было, и потом она появилась. Поэтому он имел в виду языковое значение. Также они приводят в дальнем слова Ибнумасауда, то, что Ибнумасауд Радалан сказал. То есть, то, что видят мусульмане хорошим, то это хорошее, а то, что видят плохим, то это плохое. Также эти нововведенцы, как говорится, прокладывая дорогу евреев, не говорят начало слов Ибнумасауда. А начало слов Ибнумасауда были таковы, что поистине Всевышний Аллах взглянул в сердца своих рабов и выбрал сердце Мухаммада и сделал его постанником. Потом взглянул в сердца других своих рабов и выбрал из этих сердец самые лучшие и сделал их сподвижниками для Мухаммада. И то, что видят мусульмане хорошим, то это хорошее, а то, что видят мусульмане плохим, то это плохое. То есть, имеют в виду кого? С подвижников пророка с Аллаху, алейхи вассалям. Эти слова подтверждением слова пророка с Аллаху, алейхи вассалям, то, что пророк с Аллаху, алейхи вассалям сказал, держитесь за мою сумну и сумну праведных халифов. То есть, и в их во главе четыре праведных халифа. И поэтому в наше время, когда появляются некоторые люди и говорят, тоже, как говорится, загибают палку только в другую сторону. Говорят, два азана в Йому-ль-Джума это беда. Ты с чего это взял, что это беда? Это ввел Усман в религию. Однако мы знаем, что пророк с Аллаху, как мы сказали, сейчас в хадисе сказал, держитесь за мою сунну и сунну праведных халифов. Когда Усман ввел второй азан в Йому-ль-Джума, он ввел ее на основе того, что есть два азана в религии. Это во время молитвы у Фаджи, когда Прадуслава Саня приказывал Белялю, чтобы он делал азан, чтобы мусульмане просыпались. А второй еще для молитвы. И поэтому Усман ввел первый азан, для того, чтобы мусульмане услышали, что джума есть, что сейчас надо собираться, но не для имама. И все сахабы, когда это ввел Усман, промолчали, никто ему с ним не спорил. То есть и джума, а джума это тоже является долилем. Поэтому надо знать границы. То есть не перегибать ни вправо, не перегибать ни влево, однако идти по центру. Также из тех долилев, которые приводят на убеденции, они говорят, что Пророк Саллаху Алейхи Васалим сказал, что Мансанна филисламе суннатан хасана фаляху аджру ау аджру ман амиля бига. Ва Мансанна филисламе суннатан сайя фаляху визр у аизру ман амиля бига. Илля айом илкияма ла янкусу мин визри хим чай. Также он сказал об аджре ла янкусу мин адри хим чай. То есть слова такие. Примерно такого смысла. Примерно, что тот, кто введет в религию хорошую сунну, тому будет аджер вознаграждение и вознаграждение того, кто последует за ним. И тот, кто введет плохую сунну, тому будет грех и грех того, кто последует за ним. Первое. Они говорят, вот Пророк Саллаху Алейхи сказал же, хорошая сунна, плохая сунна. Эти же слова против них. Пророк Саллаху Алейхи сказал, хорошая сунна или хорошая беда. А в наше время убеденцы говорят, хорошая беда, беда хасана. Нет, Пророк Саллаху Алейхи сказал, хорошая сунна. И пророк имел тоже языковое значение. Почему? Потому что если бы он имел шариатское значение, давайте разберемся, что такое сунна. Сунна это действие пророка, его слова, его подтверждение, его описание, будь то связано с его нравами или с его внешним описанием. Разве бывает хорошая и плохая сунна в шариатском значении? Нет, здесь имеется в виду языковое значение, то есть дорога, путь. И причина опять же, бедаачки или наувиденцы, молчат и не говорят, в чем причина. Почему православцам сказал эти слова? А мы как знаем, что ученые по Тавсиру говорят, что тот, кто знает причину, по которой был не спослан аят определенный, или, как говорят ученые по хадису, тот, кто знает, по какой причине был сказан определенный хадис, тот уже знает больше половины, как говорится, или половину значения этого аята, или половину значения этого хадиса. А причиной этих слов был следующий случай. Однажды к пророку саллаху алейхи вассалям пришли арабы из Бусры, и они были очень бедными людьми, и на них была рваная одежда, и они пришли принимать ислам. Когда они приняли ислам, сели в мечети, пророк саллаху алейхи вассалям, когда увидел, до чего они бедны, встал на мимбар и начал призывать сахабам, чтобы они давали садакат, чтобы они помогали своим братьям. В это время один из мусульман понял, что хочет пророк саллаху алейхи вассалям, и он пошел и принес одежду и еду, и положил перед пророком саллаху алейхи вассалям. Когда другие мусульмане увидели то, что сделал этот сподвижник, поняли, сказали, вот, да, он, наверное, чтобы для этих мусульман помогать, и тоже начали приносить. То есть, видя, как, взяв пример себе действия этого сподвижника, начали тоже приносить еду и приносить одежду, что даже, как рассказывается, передается, что перед пророком собралась определенная гора из еды и определенная гора из одежды. И когда пророк саллаху алейхи вассалям увидел, обрадовался и взагался на мимбар и сказал эти слова, что тот, кто ведет в исламе хорошую сунну, то есть то, что сделал сподвижник. Теперь вопрос, то, что сделал сподвижник, он что-то ввел новое в религию, или у нас есть в основе в религии то, что надо давать садакат, то, что надо помогать братьям. Есть же это. Значит, он ничего нового в религию не ввел, поэтому пророк саллаху алейхи вассалям имел в виду путь, то, что он побудил сподвижника пророка саллаху алейхи вассалям к этому действию. То есть, примерно такой этот ответ. И много-много подобных вещей они приводят, но на все им есть ответ. Нет, поэтому это очень опасно вводить в религию всякое нововведение, потому что мы как сказали, Всевышний Аллах тебе говорит, альём ахмальту ля кундинукум, сегодня я закончил вашу религию, а ты ему говоришь, нет, не закончил, нет еще вот этот зикар в виде, нет еще вот это поминки в виде, или так далее, какие бы беда они делали. Поэтому любой мусульманин, делая какое-либо действие, должен задавать себе два вопроса. Во-первых, ради кого я делаю и как я его делаю. То есть, должен делать его только ради Аллаха, во-вторых, только так, как ему приказал Всевышний Аллах и его посланник, саллаху алейхи вассалям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok